Всем привет! Сегодня я расскажу о фильме 1999 года под названием «Жена моего учителя». Тодд Бумер – выпускник средней школы Саутпорта. Вместе со своей подружкой Кирстен и другом Полом они вскрывают конверты с результатами вступительных экзаменов в Бостонский университет. Хоть все трое и успешно сдали экзамены, учитель по математике Рой Миллер отказывается подписать характеристику Тодда для поступления в Гарвард из-за проваленной контрольной. Сидя на берегу пруда, Тодд рисует карикатуры. Парень слышит крик на другом берегу, который его пугает, за что Вики просит прощения. Ей иногда так хочется кричать, что она не может сдержать эмоций. Тодд считает это вполне нормальным и тоже принимается кричать, но девушка уже исчезла. Вечером друзья отправляются на вечеринку к одной из своих одноклассниц. Пока Пол пытается склеить девчонок, Кирстен зовет Тодда прогуляться до парка. Там, сев на лавочку и укрывшись пледом, парочка начинает целоваться. Но заметив в руке у Тодда резинку, Кирстен обижается на парня, ведь она его сюда не за этим пригласила. В это время Пол пытается спрятаться от надоедливой монашки. Заметив Тодда за рулем машины, Пол прыгает в нее и просит как можно быстрее свалить из этого места. По дороге парней встречают Вики, которая стоит на обочине рядом со сломанной машиной. Подойдя к ребятам, Вики узнает Тодда, которого напугало своим криком на озере. Ребята забирают девушку с собой, предложив свою помощь. А Пол, пытаясь сделать Вике комплимент, произносит, что у нее очень крутая тачка, только вот машина принадлежит мужу девушки, о чем она говорит парням, злясь на то, что тому не хватило ума положить в багажник запаску. Троица останавливается в закусочной, откуда Вики вызывает эвакуатор. Приедет он только через час, поэтому ребята угощают девушку мороженым. Покидая кафешку, Вики платит за себя и за ребят, на что Тодд просит оставить им расплатиться хотя бы за чаевые. Девушка в уме быстро все пересчитывает и называет сумму, после чего произносит, что это все заслуги математического факультета. Направляясь к машине Вики, Тодд рассказывает о своих проблемах с математикой, и теперь его жизнь будет разрушена, если он не сможет пересдать контрольную, но девушка уверена, что у него все наладится. Привезя Вики к ее машине, парень уговаривает девушку позаниматься с ним математическим анализом. Это спасет его дальнейшую жизнь. Вики обещает подумать, если что она позвонит Тодду. Девушка возвращается домой, где ее уже ждет муж, Рой Миллер, тот самый учитель математики, что завалил контрольную Тодда. Самого же парня дома встречает отец. Джек разочарован тем, что они потратили столько времени и усилий на то, чтобы Тодд поступил в Гарвард, а парень не смог сдать даже школьную контрольную. Услышав от сына, что ему нужен репетитор, отец обещает помочь с его поисками, но Тодд признается, что уже сам нашел репетитора, чем вызывает у отца гордость за сына. Тодд приезжает на то самое озеро, где впервые встретил Вики. Появляется девушка, начиная расстегивать платье, говоря, что ответы на все вопросы где-то на ее теле. Сзади показывается какой-то мужик с ружьем в руках, который кричит, что это его жена. Слава богу, что это был всего лишь сон. На обеденном перерыве Тодд делится с Полом хорошей новостью. Вики все-таки ему позвонила. На уроке химии Кирстен просит у парня прощения за ту ночь в парке. Она чуть психанула, ей нужно совсем немного времени и Тодд сможет получить то, что хотел. После уроков к парню домой приходит Вики. Родители парня уезжают, оставив Тодда и Вики заниматься. Об этом парнишка рассказывает на следующий день Полу, которому помогает с переездом из дома родителей в домик во дворе. Хоть они и занимались с Вики только математикой, парню все равно хотелось в конце выкурить сигару. Занятия с Вики не проходят даром и приносят свои плоды. Об этом Тодд рассказывает девушке, пригласив ее сегодня вечером на очередные занятия. Только поговорив с Вики по телефону, парень встречается с Кирстен. Чтобы девушка его не ревновала, Тодд обманывает, что его репетиторша – это толстая и пожилая женщина, у которой постоянно текут слюни. Кирстен просит не забывать, что сегодня у них традиционный ужин в кругу друзей, на который Тодд не сможет прийти из-за занятий с репетитором, но обещает что-нибудь придумать. Пока парень занимается с Вики, в закусочную к Полу приходит Кирстен. Хоть Тодда с ними и нет, не может же девушка бросить своего друга в полном одиночестве. Через некоторое время в закусочную приезжает Тодд с Вики, которая согласилась подвести парня после занятий. Понимая, что Тодд ее обманывал насчет внешности репетиторши, Кирстен уходит из закусочной, обидевшись на парня. Тодд встречается с Полом, у которого пытается узнать, говорил ли ему что-нибудь Кирстен о нем. Да, он плохо поступил с девушкой, что обманул ее, но Вики – это нечто. Тодд уходит и спустя некоторое время к Полу подходит Кирстен, спрашивая, говорил ли что-нибудь о ней Тодд. Девушка считает, что Пол все знает, но покрывает друга, только вот по словам парня, Кирстен тоже его друг, чем вызывает улыбку на лице девушки. На уроке математики Рой Миллер рисует задачку на доске и спрашивает решение у Тодда, который спокойно дает правильный ответ. Учитель удивлен, поэтому говорит, что рекомендация Тодда для поступления в универ уже выглядит намного лучше. Об этом парень рассказывает Вике, делясь своими успехами, а затем приглашает девушку на очередное занятие. В ответ на это Вики просит Тодда самого приехать к ней в гости. Она хочет показать ему свои скульптуры. Нет, не те скульптуры, о которых вы там подумали. Тодд приезжает к Вике. Девушка показывает ему свои шедевры, увидев которые, парень не понимает, почему она держит всё в гараже и никому ничего не показывает. Вики считает, что все примут её за сумасшедшую, по крайней мере её муж придерживается именно такого мнения. Девушка признаётся, что они не особо ладят с мужем, поэтому ей приятна компания Тодда, для которого у Вики есть подарок. Увидев то, что сделала девушка своими руками, Тодд благодарит её за подарок и целует в губы. От неожиданности девушка теряется, но не позволяет парню сделать это снова. Они перемещаются в дом, где Вики начинает заигрывать с парнем, а затем они всё-таки целуются. Вики залазит верхом на парня и, сняв платье, показывает свои... скульптуры. А нет, всё-таки те, о которых вы и подумали. Об этом Тодд рассказывает своему другу Полу, которому приезжает среди ночи, закончив заниматься с Вики. На лице Полу особой радости нет, поэтому парень считает, что друг ему просто завидует. Тодд уезжает домой, а Пол открывает дверь в свою каморку, где в это время находится Кирстен, которая слышала весь их разговор. На школьном обеде Тодд подходит к столу, за которым сидит Кирстен. Девушка демонстративно собирает свои вещи и встаёт. Тодд не понимает, в чём дело. Тогда девушка на всю столовую кричит о связи Тодда и репетиторши. Об этом парень рассказывал только Полу, поэтому считает, что это именно он всё рассказал девушке. Но Пол признаётся, что Кирстен была у него в каморке, когда Тодд рассказывал о своих занятиях с Вики. Тодд злится на друга, так как считает, что Тодд специально его не предупредил, так как Кирстен ему нравится. Их ругань останавливает Рой Миллер, который в наказание заставляет ребят присмотреть за его машиной, припаркованной перед школой. Пол и Тодд, выйдя на улицу, узнают тот самый корвет, рядом с которым стояла Вики в ту ночь на обочине, когда они её подобрали. До приятелей доходит, что Рой Миллер и есть муж Вики. Узнав, что Рой собирается на рыбалку, Тодд мчится к Вике. Парень недоволен тем, что девушка ничего ему не рассказала о том, что её муж учитель Тодда. Вики вообще не придавала этому никакого значения. Парень не понимает, как она могла выйти замуж за Роя, ведь он тиран. Но по словам девушки, он не всегда был таким. Вики произносит, что Тодду лучше уйти, но парень начинает целовать девушку. В это время с рыбалки уже возвращается Рой. Услышав шум в гараже, он решает проверить, что там происходит. Подойдя к гаражу, Рой кричит Вики. Услышав его голос, Тодд прячется среди скульптур, а Вики делает вид, что выпиливает что-то болгаркой. Пока Рой чистит рыбу, Тодд прячется в другое место. На выходе из гаража Рой спрашивает у Вики принтер. У него в классе есть способный ученик, Тодд Бумер, и Рой хотел напечатать для него рекомендацию для поступления в Гарвард. Вики обещает найти принтера, когда Рой уходит, тот спокойно покидает гараж. В школе к Тоду подходит Рой. Рой показывает парнишке его школьную тетрадь, которую он нашел в гараже Вики. Неужели тот думал, что Рой ни о чем не узнает? Парнишка в панике, думая, что Рой знает о них с Вики и произносит, что он совершил страшную ошибку. На что Миллер, показывая результаты контрольно, говорит, что на самом деле их всего две. Найдя тетрадь, Рой понял, что Тодд занимается математикой с его женой Вики. Миллер обещает написать рекомендацию Тодда для поступления в универ, после чего жмет парню руку. На уроке математики Рой ставит Тодда в пример другим ученикам, оправдывая свою жестокость по отношению к молодым ребятам, ведь именно такое его отношение к ним заставит их учиться лучше. После уроков к Рою подходит Тодд, который считает жестокость Роя к ученикам необоснованной. Люди вообще не заслуживают такого отношения, так ему сказала жена Роя Вики. Тодд направляется к выходу, но Миллер останавливает его вопросом, спал ли он с Вики. Не сдержавшись, Тодд во всем признается. Прыгнув в свою машину, Рой несется домой, а Тодд пытается предупредить Вики, но девушка занята и не слышит звонок телефона. Приехав, Рой принимается все крушить в гараже, и в этот же момент появляется Тодд. Рой считает парня гением. Благодаря Вике он потянулся по математике, затем переспал с ней, наставив рога Рою, а Тодд еще и написал Тодду рекомендацию для поступления в Гарвард. Отвлекая парня, Рой вырубает Тодда. Парень приходит в себя и просит прощения у Вики за произошедшее, но девушка ему даже благодарна, ведь ей давно нужно было расстаться с Роем. На вопрос Тодда, что же она собирается делать дальше, Вики рассказывает, что поедет в Нью-Йорк. Возможно, там что-то да получится с ее скульптурами. Девушка провожает парня и напоследок вручает ему рекомендацию для универа. Сегодня у Тодда собеседование, на которое парень срывается, обещая навестить Вики в Нью-Йорке. На собеседовании у Тодда спрашивают, для чего он хочет поступить именно в Гарвард. По словам парнишки, это мечта его отца, так как это лучший университет, но сам Тодд считает, что это совсем не то, что ему нужно. Вернувшись домой, Тодд признается родителям, что не хочет поступать в Гарвард, и его мечта – это художественная школа. Тодд едет в закусочную, где они постоянно собираются с друзьями. Позвав Кирстен прогуляться, Тодд просит прощения за причиненную девушке боль, но умоляет, никогда не вычеркивает его из списка друзей. Спустя некоторое время троица сидит на причале и обсуждают, кем они будут через 10 лет. По мнению Тодда, Пол через 10 лет будет работать над своим суперкомпьютером, а Кирстен выпустит свой первый сборник популярной поэзии. Сам же Тодд, по мнению Пола, будет выкрикивать свободная касса в Макдональдсе. На этом фильм заканчивается. Спасибо за просмотр и до встречи на канале.